Всё внимание поклонников смешанных единоборств сегодня утром было приковано к полуфинальному поединку Гран-при Беллатур в Нью-Йорке. Россиянин Фёдор Емельяненко сражался с американцем Чейлом Соненом. Последний император, так называют Емельяненко болельщики, с первых секунд боя захватил инициативу. Валентин Богданов следил за поединком и знает результат. Какого удара сегодня ждёте от Фёдора? Сокрушительного! Федя! Чтобы в два раза сильнее было! Удар способный решить исход всего противостояния, которым так славится Фёдор Емельяненко. У бойца-любителя из Ачинска, что прилетел в США за него поболеть, почти получился. Теперь дело было за самим кумиром. Будем все кулаки держать за него и обязательно Федя станет чемпионом. Я уверен, что у наших бойцов сейчас хорошая волна. Я буквально неделю назад был в Вегасе на UFC 229. Отличный бой был. В том бою Хабиб не оставил шансов Макгрегору. Болельщиков Нурмагомедова повсюду в мире узнают по их белым папахам. Но и у фанатов Емельяненко, оказывается, тоже есть свой символический головной убор. Фёдор, олицетворение мужика русского, чё не как Ушанка, подчеркнёт этот образ. Поэтому вот решил так. Ваш прогноз на бой? Да тут и прогноз, и желание, и всё за Емельяненко. Ваш? Я думаю, так же победит Фёдор. И не только я. Я думаю, вся Украина будет болеть тоже за него. Украина будет болеть? Конечно. В UFC, где Хабиб завоевал чемпионский поиск, как раз и начинал нынешний соперник россиянина Чейл Сонен. В активе американца немало побед над известными атлетами. Ну а Емельяненко в США ни много ни мало называют последний император. Так что это хоть и полуфинал, но всё равно как битва престолов. Городок Юнион-Дейл, где Фёдору Емельяненко предстояло провести бой против Чейла Сонена, запомнился тем, что именно здесь, в университете Ховстра, прошли первые дебаты между Трампом и Клинтон. Бойцовский поединок на этой спортивной арене обещал не меньший накал страстей. Чтобы разобраться с американским гангстером, это прозвище Сонена российскому бойцу хватило единственного раунда. Борцовские приёмы сопернику не помогли. Емельяненко сломил сопротивление американца градом ударов. Судья вынужден был остановить поединок. Так, почти 15 тысяч человек на арене Колизиум стали свидетелями победы техническим нокаутом, а в октагон внесли российский флаг. Кому посвящаете эту победу и как будете готовиться к финалу, какие ощущения? Во славу Божию, во славу России. Готовиться будем с командой моей. Часть, наверное, опять в Осколе будет, часть в Голландии. Посмотрим. Сейчас будем прикидывать. Соперник Емельяненко по финалу за пояс чемпиона среди тяжеловесов уже известен. Это также американец Райан Бейдер. Импровизированная дуэль взглядов между ними уже прошла. Сам бой в Калифорнии в конце января. Валентин Богданов и Иван Уткин. Вести. Штат Нью-Йорк. США. Штат Нью-Йорк. США.